Так, ребятки, всем здаром, меня зовут Максим, добро пожаловать на канал. В общем, давайте сделаем небольшой обзорчик, значит, тех акций, которые нам завезли на этой неделе. Начнем, наверное, с наследия Инхасад, попроще. Всего две акции, Баюм и Инхасад. Свои коробочки, свои правила, свои обмены, свои, в общем, приколдесы. Давайте смотреть и выяснять, что нам из этого прикольно будет поиспользовать, за счет чего можно подзабуститься и так далее. В общем, обзор, который выходит каждую неделю, вы прекрасно понимаете, что это за формат. Вот, в общем, для начала Инхасад, либо за 9500 мы забираем 100 коробочек, либо по соточке за каждую коробку, ну, либо и то, и то. В общем, смотрите сами. Берем сразу большой набор, получаем бонусом еще покровительство Инхасад. Хорошо, хорошо, но основное это то, что в самих коробках к нам идет. И из этих коробок, ребятки, на что можно будет рассчитывать, так это на то, что нам, ну, кроме расходки, скорее всего, на упадает плащей защиты и подвесок Инхасад. Вот, вкусно, вкусно, но только плащи в последнее время, они очень дешево стоят на самом деле. Подвесочка подороже, но подвески лучше брать сразу уже заточенные, хотя бы вторые из каких-нибудь ивентов вытаскивать. Это, конечно, будет всегда для вас поинтереснее и повыгоднее. Но если, там, допустим, у вас нету третьей подвески, то можно вполне себе повытаскивать отсюда эти подвесочки и сделать себе третью, но в идеале, чтобы у вас еще и не было плаща. То есть нету третьей подвески, нету седьмого плаща. Открываем коробочки и пока что-нибудь из этого у нас не появится. Можно их, в принципе, открывать. Это будет для вас профитно. Плюс к тому, мы вытаскиваем кристаллы вот эти вот, да, и сашники в оружие и в броню. Они спокойно сдаются на рынок. Также заточки достаются. Вот этот кращий порошок тоже сдается. И хардин сдается, и вот это сдается. Вообще дофигища всего сдается, поэтому можно в обратку все это забрасывать на рынок. Разве что максимально выгодно будет все это скинуть на рынок, типа, ну, через неделю после окончания акций. Хотя, опять же, непонятно, потому что те же самые сашники, они идут со всех акций, и на них цена, как бы, уже ниже плинтуса. Ну, кращий порошок вот чего-то стоит. После акции можно будет скинуть довольно-таки выгодно. Дальше, ребята, нужно понимать, что вместе с этими коробками к нам еще идет создание. Я не понимаю, почему в создание засовывают итемы, которые фармятся за печати, и у них стопроцентная вероятность получения. Почему бы не засунуть это просто в обмен? Ну, да ладно. В общем, за печати, которые, кроме всего прочего, выпадают и из этих коробок, но здесь, типа, их немного, там штук 40, если упадет вам с одной тысячи рублей печати Герана, открыв все коробки, это будет уже очень хорошо. Вот, ну, сколько бы там ни было, в общем, можно печати Герана вот эти вот использовать на получение либо подвесочки, либо плаща защиты. Опять же, стандартные ценники, нету третьей подвески, делайте себе третью подвеску, если хочется, прям, да, если, что называется, бабки жгут карман, тянут. Либо, соответственно, делайте себе седьмой плащик, а можно и восьмой, а можно и девятый, даже если хотите этим позаниматься, да, если вы все просчитали и выяснили, что это самый выгодный для вас сейчас итем. Вот, в общем, с Инхасад все понятно, давайте переходить к Баюму. С Баюмом те же самые примерно обстоятельства. За 9500 сразу соточку коробок можно взять, либо по соточке берем, соответственно, коробку каждую. Вот, за сотку у нас бонус также покровительства Инхасад, которое вам немножко увеличит скорость прокачки. Вот, но самое прикольное, что идет, это то, что гарантированное получение с каждой открытой коробки у нас энергия Баюма. Вот такая вот залетает. То есть, грубо говоря, гарантированно вы с каждой тысячи рублей получите там, да, если это 80 коробок на тысячу рублей, мы открываем. Соответственно, 400 энергии Баюма. Кроме того, энергия Баюма еще идет и отсюда. Насколько я понял, порядка 570, что ли, у нас идет энергия Баюма за одну тысячу рублей. Потому что и гарантированно, и не гарантированно мы что-то из этого получаем. Кроме того, набор талисман скорости у нас идет хорошо, хорошо, но не передается, если что, обратно на рынок мы не скинем. Энергия Острого Ада тоже выпадает, но как бы нужно понимать, что она может засинтезироваться в передаваемый итем, который вы скинете на рынок, может не засинтезироваться. Поэтому тоже рассчитывать не стоит. Талисман Властителя даже у меня на бездонатные Е типа 6 уровня этот талисман, поэтому хз. Ради талисмана Бенира тоже открывать коробки эти не стоит, их гораздо легче просто взять с рынка. Но опять же, красящий порошок передается, заточки передаются. Классно, классно. Хотя бы что-то можно обратно на рынок скинуть. Вот. Для чего же нужна вот эта вот энергия Баюма? А она нужна для ивентового обмена. На протяжении всего ивента можно будет обменивать все это дело на вот такую вот расходочку. Ну, расходочка как бы это специфично. Кому что нужно, тот это и берет. Я бы вот поменял, возможно, на купоны на соски, потому что РБ оружие на моей Еешке бездонатной, оно жрет очень много сосок. Можно было бы запастись, но все остальное мне, допустим, вообще не интересно. Была бы у меня стандартная пушка, я бы и этим тоже не интересовался. В общем, кому что нужно, тот себе вот это вот заберет в любом случае. Для чего еще можно использовать энергию Баюма, да? Вот. Можно сделать себе талисман Баюма. Здесь совокупный шанс 5%, что нам выпадет так или иначе талисман. Скорее всего, это будет на ноль запечатанный, на ноль заточенный талисман. И при этом он еще будет запечатанный, да, то есть непередаваемый. Вот. Нужно понимать, что у такого талисмана 50% вероятность заточиться на 3, а талисман Баюма нужен типа на 3. Нету смысла носить его на плюс 0, на плюс 1, на плюс 2. Нужно делать его на плюс 3. Только тогда он, именно что он начинает отрабатывать бабки, которые в него вложены. Это если кто не в курсе. Вот. Соответственно, давайте посмотрим по цифркам. Я примерно рассчитал где-то порядка 17 коробок, без учета того дропа, который еще нападает с этих 17 коробок. Мы израсходуем на то, чтобы забрать себе талисман Баюма, запечатанный, заточенный на плюс 0. Вот. Такие дела. На рынке он сейчас есть типа, ну, порядка 30 коробок он стоит. Поэтому, если вам целенаправленно нужен талисман Баюма, просто берем его с рынка и вообще не запариваемся. Потому что за 17 коробок мы возьмем вот такую вот фигню, которую еще нужно будет заточить на 3. А там уже готовая типа валяется. Так при этом здесь еще запечатанный, а там передаваемый вполне себе. И талисман Баюма на самом деле это та штука, которая вообще держится в цене. Вот. Поэтому ради талика Баюма мы просто берем готовые с рынка и не паримся даже. Не думайте сюда что-то тратить. Но, опять же, ориентируйтесь на цены, которые есть у вас на серверах. Покричите в чатик. Может быть, еще дешевле найдете себе какие-то варианты. Вот. Также можно посоздавать свитки. Ну, здесь, ребятки, я сказал, сколько с одной Л8К падает энергии Баюма. Можете посчитать. Вроде как довольно дешево на самом деле. Да, можно все это дело забирать. Вот. Ну, вроде как выгоднее просто взять с рынка. По-моему, вот эти вот свиточки, они по 140 что ли стоят. Типа на межсервере у нас сейчас. Вот. Дальше, ребятки, купон на книгу заклинаний 4 звезды. И если вы максимально экономно пооткрываете коробки, и если вам максимально честно, с 20-го трая упадет вот эта вот штука, да, в среднем будет именно с 20-го трая все это фармится, потому что шанс 5%, да, 5 на 20 равно 100. Соответственно, в среднем именно с 20-го будет выпадать. Ну, ребят, от 80 до 100 коробок, скорее всего, вы на это дело потратите. Что это такое? Нормально ли это стоимость? За 4-звездную книжку, да. Но учтите, что это с учетом того, что вы все еще скидываете на рынок, и с учетом того, что шанс с вами сработает адекватно. А если вы прям очень сильно хотите себе 4-звездную книжку, я бы дождался такого ивента, где будет, скажем так, не 5% вероятность с шансом, там, типа, да, и каждый трайп будет сколько-то стоить, а там какую-нибудь такую акцию, где вы просто набираете себе 100% каких-то итемов на 80 коробок и забираете готовую 4-звездную книжку. Вот это будет правильнее. Вот. Но если прям срочно, там, опять же, бабки жмут карман, ну, попробуйте, да. Опять же, там же в расчетах я учел и вот это вот количество печати Герана, поэтому смотрите сами. Вот. Ну, и также лимитированное создание по дням у нас идет, на каждый день какие-то свои приколдесы. Опять же, стоимость энергии Баюма я объяснил. Сколько трайп нужно сделать, тоже видно, да, 10% шанс, значит, нужно сделать в среднем 10 трайп, чтобы одна такая штучка упала. С каждого неудачного трая мы получаем кэшбэк, пересчитываем это, смотрим, как бы, и вычисляем вообще адекватность стоимости. Да, во всяком случае, вот этот свиток не запечатанный. Если вы успеете его урвать, то можно скинуть будет обратно на рынок, если вам еще нормально повезет. Но по моим расчетам, здесь примерно 2 с половой коробки вам понадобится на каждый такой. Вот, кроме того, лимит на сервер 10 штук, то есть какие-то ушлые ребятки могут перед вами все это дело позабирать. Вот, сундук с талисманом скорости. Давайте посмотрим. Сундук с куклой 2 звезды, да, в среднем 3 коробки и 1 в виде кэшбэка, печатей вы получите в обратку. 2, ну, чуть меньше 2 коробок, потому что еще дропа упадет за 1 трайп. Итого, как бы, ребята, ну, коробок 17 вам придется отдать за вот такую вот коробку с рандомной куклой на 2 звезды. Вот. Нужно оно? Да нет. Как по мне, целенаправленно легче бабки потратить и совершенно не париться. Вот. Кристалл Хардину тоже чего-то стоит. Можно пересчитать, понять, выгодно это крафтить или нет. Вот. Что здесь еще интересного? Что здесь еще интересного? Давайте посмотрим. Вроде бы я даже венец где-то здесь видел, венец героя. Да, вот плюс пятый. Пересчитывая, ребятки, порядка 5 коробок вам понадобится, чтобы забрать пятый венец героя. Но, опять же, если адекватно сработает шанс. Шанс может сработать как менее адекватно, так и более адекватно. Менее прибыльно и более прибыльно. Можно вытащить с первого троя, можно вытащить с двадцатого только. Да. Но, скорее всего, в районе десяти в среднем вам будет на это дело. Нанадобится. В целом, за пять коробок пятый венец героя, это хорошо. Не супер круто, не супер, типа, дешево. Но, хорошо. В общем, такие акции, ребят. Огромное спасибо за просмотр. Увидимся в следующем ролике. Надеюсь, плюс-минус понятно все объяснил. Всем пока.